Все, наверное, знают предысторию, что есть площадка Зарядья, площадка очень непростая, площадка очень значимая для города, и она является собой ещё, кроме всего прочего, такой акт, действительно важный со стороны правительства России и Москвы, со стороны мэра, потому что она очень дорогая. Все знают, что была предыстория, был девелоперский проект, и это колоссальные стоимости земельный участок, это на оценивающийся на сегодняшний день порядка миллиарда трёхсот миллионов долларов, передан под городские нужды, что является, в общем, таким уникальным событием, даже, я думаю, сейчас мы истории других городов больших посмотрим, таких прецедентов вряд ли найдём. И поэтому, чтобы этим подарком воспользоваться и раскрыть его потенциал максимально, действительно, мы посчитали необходимым привлечь внимание мировой общественности профессиональной, российской общественности к этому участку и провести очень широкий, публичный, открытый, заметный международный конкурс, который сейчас вот и проходит, и вчера был подведён итог первого его этапа. Итогом должно было стать и стало выбор шести команд, которые разработают шесть вариантов, соответственно, концепции развития этой территории. И я могу сказать, что выбор, как мне кажется, очень хороший. У нас было масса заявок, то есть 90 было заявок из 27 стран мира, и суммарно участвовало 420 компаний. Очень большое российское представительство, надо сказать, потому что вы знаете, что есть всегда вот эта вот сложность конкуренции с мировым опытом, тем, что в России действительно у нас компании меньше, которые могут на таком уровне составлять конкуренцию. Но, тем не менее, могу сказать, что отметить, что хороший очень процент участия российских офисов состоялся, что нас тоже очень радует. Итоги, я сейчас могу рассказать уже, да, я так понимаю. У нас, значит, шесть команд, которые отобраны в итоге. Это команды, именно состоящие из компаний, это консорциумы. Дилер Скофидио, американский офис с, опять же, с инженерами, и очень интернациональная команда с инженерами и компаниями, которые помогают по культурной программе, по адаптации, опять же, в России. Многонациональная команда с русскими, немецкими, итальянскими представителями во главе с американским офисом Дилер Скофидио. Это очень известная студия. Она, например, сделала хайлайн-парк в Нью-Йорке, один из самых вообще заметных парков в мире, не только в Нью-Йорке, который вывел Нью-Йорк на ещё более высокий уровень, именно с точки зрения наличия модных современных общественных пространств. Следующая команда – это такая российско-голландская команда МВРДВ и «Атриум» Антона Наточева и Веры Будко российского офиса. Тоже команды интернациональные, но, собственно, они все интернациональные. Здесь есть, что нас очень радует, хороший, интересный русский представитель из такой плеяды, в общем, не сказать, что сильно молодых, но, тем не менее, новой волны архитекторов, которые делают, мне кажется, интересную, креативную очень архитектуру. И плюс лидер консорциума – голландская команда, которая действительно сделала много очень интересных проектов, является на сегодня день одним из лидеров и голландской, и мировой архитектуры, и в том числе с точки зрения общественных зданий, и общественных пространств. Третья команда – это команда с китайским лидером, что тоже очень интересно. Китай набирает и обороты, и не только с точки зрения экономики, но и имиджевые, и творческие в том числе. И то, что, вы знаете, китайский архитект недавно получил Присковскую премию, и то, что Китай как культура архитектурная, новая стала заметно играть роль, мне кажется, это и для России является интересной чертой. Поэтому наличие команды с китайским лидером во главе в листе финалистов, мне кажется, тоже является интересной чертой. Также он усилен представителями Германии и Соединенных Штатов, эта команда. Очень интересная команда следующая – это российская команда, усиленная немецкими ландшафтными архитекторами. ТПО «Резерв» во главе с Владимиром Плоткиным. Один из лучших на сегодняшний день, я считаю, наших офисов российских архитектурных, который отмечен большим количеством действительно сильных работ и премий. И мне очень отрадно, что этот офис выдержал конкуренцию. В общем, могу сказать, сразу при голосовании набрал максимальный рейтинг. Действительно приятно, что наши архитекторы набирают авторитет, и такое авторитетное международное жюри дало большое количество голосов за эту заявку, что нам, как патриотам своей страны и города, очень приятно. Следующая команда – это, опять же, российско-голландская команда с «West Aid», это известный голландский ландшафтный офис с российским молодым архитектором Борисом Бернаскони. Тоже, мне кажется, очень хорошая связка. Борис известен многими работами, скорее, такой, правда, бумажной архитектуры, я бы сказал, чем реализованными, но это, безусловно, очень интересный представитель своего поколения. Архитектор довольно молодой, мой ровесник, я его очень хорошо знаю, поэтому могу сказать, что тоже команда, которую мы ожидаем, безусловно, хорошая концепция, интересная, и которая, опять же, будет носить такой интернациональный характер, потому что, опять же, знание культуры и особенностей России является важнейшей при разработке площадки в заряде, я считаю. И шестая команда – это команда с английско-немецкая, с Густафсен Портер, это представитель Великобритании, ландшафтный офис очень сильный, и Завра Брюх – это немецкая команда, германская, сильные архитекторы. И, скажем так, тут, как вы видите, вся палитра, широчайшее представительство уже в финальном листе. Все на сегодняшний день лидеры мировой архитектуры, общественных пространств, ландшафтной архитектуры и простой архитектуры, плюс, как я уже сказал, хорошее, широкое представительство разных российских архитекторов, от молодых до опытных, мне кажется, составляют такой, на мой взгляд, оптимальный пул финалистов, которым только можно было мечтать. Поэтому я лично очень доволен итогами первого этапа и уверен, что на следующем этапе мы получим шесть прекрасных разнообразных концепций. На месте снесённой гостиницы «Россия» рядом с Красной площадью не строится никакой билдинг, никакое здание, ни государственное, ни какой-то госкорпорации, а строится парк для людей. Очень важно, правда, что город отказался от тех инвестиционных денег, которые мы предлагали. Это был миллиард 300 от прошлых инвесторов, и будет создан парк. Я думаю, что этот парк будет являться неким культурным хабом города Москвы, потому что с этого места, мы вчера туда выезжали, на самом деле открываются лучшие виды на историческую застройку города, на Красную площадь, на территории парка, кроме растительности, дорожек и различные другие предложения есть, Сергей Олегович, я думаю, что мы опубликуем те предложения, которые нам представили все эти компании, которые Сергей Олегович озвучивал. Кроме этого, там будет на территории парка Центральный информационный павильон, где москвичи, туристы, гости столицы могут узнать всю информацию, что происходит в Москве в области культуры, шоу, других развлечений, купить билет. Также будет отдельный павильон истории города, что для нас тоже важно, потому что мы хотим показать историческую перспективу Москвы. Я думаю, что там будут выставочные площади около 4000 квадратных метров, но при такой площади парк не будет перегружен инфраструктурой. Я думаю, что это будет интересное продолжение такого маршрута Манежная, Красная площадь и парк Зарядье. Я думаю, что наличие парка позволят нам уйти с мероприятий с Красной площади, которые мы проводим, такие большие массовые, с учётом того, что Красная площадь имеет всё-таки свой регламент, и как-то это достаточно не комильфо, около мавзолея, около кладбища Кремлёвской стены проводить различные мероприятия. Это будет, конечно, центральная площадь и центральный парк для проведения различных массовых мероприятий. Я не думаю, что их будет много. Я думаю, что это будет ряд государственных праздников и День города. И что приятно, через появление этого парка появится баршрут, то есть будет продолжение некой Красной площади, где вы можете выйти в парк Зарядье и дальше уже пойти либо в Третьяковскую, через Болотную площадь оказаться Третьяковской галереей, Манежная площадь, извините, Третьяковская галерея, парк Музеон, Крымская набережная, парк Горького, либо пойти налево уже к высотке на Котельнической. Я думаю, что это достаточно интересный проект. Я думаю, что большинство населения туда будет приезжать на метро, потому что это прогулочный. Наша основная задача, чтобы в зимний период парк был так же интересен, как и в летний. Северная часть этого участка, она практически линейно занята целым рядом объектов культурного наследия федерального значения, объектов удивительных, уникальных. У нас там пять храмов на территории вот этого будущего парка находятся, причём один другого краши. И ещё два уникальных строения 17 века. Это палата Бояр Романовых, которая на настоящий момент является филиалом Государственного исторического музея. И, соответственно, старый английский двор, который является частью музея Москвы. И это, конечно, необходимо учитывать. Более того, конечно, к моменту, когда откроется парк, все эти объекты должны быть приведены в порядок, отреставрированы. Потому что, когда мы получим вот эту самую линию этих памятников, я считаю, что это будет один из лучших видовых пейзажей исторических не только нашего города, но и страны в целом, который вполне способен потягаться с такими заметными видами, как вид Суздали, или как общий вид на Кремль, который мы сейчас любуемся, поскольку эти объекты этого заслуживают. Это место удивительное, место Романовское. Здесь, собственно говоря, старый Государев двор. Вообще, палата Романовых – это один из первых музеев города Москвы. Он был основан по указу Александра II ещё в 1856 году. Поэтому надо, конечно, всё это учитывать. И от этого, конечно, у тех, кто участвует в этом проекте, возникает проблема, связанная с тем, что, конечно, вся вот эта буйная фантазия, которая зачастую сопровождает такие проекты, она здесь реализована, быть в полном объёме не может. И вот в этом-то и заключается важность умения тех специалистов, которые будут развивать эти концепции, именно идти в сторону архитектурных решений, именно связанных с ландшафтной архитектурой, с ландшафтным дизайном, работой с природными материалами. Потому что в этой ситуации нам необходимо, конечно, учитывать визуальные связи этих объектов, этого места с перспективами Московского Кремля, храма Василия Блаженного, но так, чтобы это место действительно, то, что сказал Сергей Александрович, было максимально комфортным для москвичей. И в этой ситуации, конечно, очень важный вопрос развития в сторону реки, потому что это место исторически, если мы говорим XVIII, XVII века, XIX, оно было связано до строительства набережной при советской власти с рекой всегда. И как это обыграть? Понятно, что сегодня мы имеем на набережной достаточно насыщенную трассу. Как несочетаемый насыщенный транспортный поток, который по своему определению весьма некомфортен для таких проектов, и в то же время сделать там парковую зону, позволяющую комфортно пройти время, и в этой ситуации не подвергаться воздействию со стороны транспорта, а ещё, может быть, каким-то образом продумать и связь всё-таки с рекой, потому что, конечно, мы очень много теряем от того, что у нас в этом месте, с точки зрения парка, нет сейчас такой прямой связи с рекой, которая во многих парках, и это мы видели в заявках участников, играет огромную важную роль. Поэтому задачка не из простых. И тут потребуется всё мастерство от участников с тем, чтобы, с одной стороны, сделать очень красивую, грамотную концепцию, учитывая в ней все современные требования к таким вот объектам, парковым объектам, и, с другой стороны, при этом, корректно атистика исторической застройки, полностью учтя то, что мы в этом месте получим один из лучших архитектурных видов, я подчёркиваю, не только города Москвы, но и всей страны в целом, которая, я не сомневаюсь в этом абсолютно, станет одной из визитных карточек столице. Поэтому, конечно, тут задачка очень непростая, но на то и вот те команды, которые были выбраны, я считаю, большие мастера, у них большой опыт, вот весь их опыт потребуется в этом месте, я считаю. Я думаю, что было бы несправедливо не выразить благодарность тем людям, кто непосредственно и организациям, кто непосредственно организовывал весь наш процесс выбора вот этих замечательных коллективов, которые шести будут работать над конкурсом. Это, прежде всего, Стрелка, которой была поручена, в общем-то, основная организационная работа. Это Институт генерального плана города Москвы, который является основным, так скажем, заказчиком всего этого процесса. И, конечно, большое значение имело, что весь этот процесс возглавлял Кузнецов Сергей Олегович, наш главный архитектор, который, в общем-то, правильно ориентировал ту часть, в общем-то, наших, как говорится, участников этого процесса, потому что мы должны констатировать наступление новой городостроительной политики в городе. Я хочу обратить именно внимание на это, потому что никогда ранее для такого ответственного с точки зрения истории страны, с точки зрения местоположения, исторической памяти, никогда такое место не подвергалось, ну, так скажем, международному анализу и рассмотрению и участию иностранных фирм, в том числе, наряду с российскими. Вот эта открытость в принятии решений городостроительных, я думаю, что во многом будет способствовать тому, что мы действительно будем получать в Москве объекты международной значимости, которые будут, в общем-то, и привлекательны и для жителей Москвы, и для туристов, и получат заслуженную оценку в мировом, так скажем, масштабе. Я в полном восторге от этого мероприятия, о том, что мероприятие от такого масштаба проходит в Москве. Наконец-то, вот именно наконец-то мы вступили абсолютно на новую какую-то ступень развития архитектуры в Москве. Я надеюсь на это. И этот конкурс ещё раз говорит о том, что, наверное, я прав. Вот вспомнить большие французские конкурсы середины 80-х годов, Дефанс, площадь Бастилия, Помпиду, и один из этих конкурсов был парк Левилет. Причём результаты этих конкурсов были великолепные. Не только Париж получил прекрасный результат, но вся мировая архитектура получила результат, достойный того времени и сейчас все эти проекты, все перечисленные проекты, я думаю, являются таким маяком, архитектурным маяком. И у меня надежда, конечно, что именно Зарядье станет тем первым камнем, который будет заложен в основании новой архитектуры Москвы. Хочется на это надеяться. И хочется надеяться, что правительство Москвы не остановится, и ряд за рядом будет проводить такие крупные архитектурные мероприятия, как конкурс на Зарядье. Я, наверное, скажу о самых ближайших планах. Через две недели мы ожидаем, что все финалисты конкурса получат визы и смогут посетить Москву. Институт генплана совместно с Трелкой уже активно готовит программу их пребывания. И самое главное – материалы, которые позволят более детально изучить площадку и получить ответы на все интересующие вопросы. Соответственно, все заседания будут проходить очень плотным графиком. Все ведущие эксперты, специалисты института генплана, а также привлеченные эксперты будут в них участвовать. И мы надеемся, что за эту неделю финалисты конкурса получат максимум информации, которая позволит им успешно выполнить конкурсные задания. Мы, естественно, не оставим их без связи до сентября месяца. Мы всегда будем с ними и ответим на любые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть в ходе разработки проекта. Хочу отметить, что проект, и Сергей Александрович уже Капков об этом сказал, это городской проект, делающийся городской бюджет, командой стройкомплекса города Москвы. И эта команда усилена коллегами из, как вы видите, мы нас присутствуют. То есть все комплексы, так или иначе относящиеся к площадке, нам активно помогают, за что им огромное спасибо. И мы все действительно действуем очень здесь дружным и сплочённым коллективом. Департамент предупользования и культурного наследия, и департамент культуры, и департамент имущества города Москвы. Что планируется делать? Это как раз сейчас начнётся довольно активная работа по уже реализации проекта. Хотя это звучит, может быть, странно, концепции ещё нет. Но есть много предварительных действий, которые надо совершить. Надо сформировать проектную команду, надо сформировать команду подрядчика, нужно провести необходимые процедуры отбора, конкурсные уже на последующей стадии. Нужно подготовить площадку к работе. Плюс мы намечаем ряд временных мероприятий на процесс строительства, которые позволят москвичам получать свою временную информацию, освещать ход работы, освещать результаты конкурса, когда они появятся, освещать развитие этой концепции. Я думаю, что мы будем делать информационный павильон на площадке, может быть, обзорные какие-то куски сделаем для прохода людей. Поэтому это широкий круг мероприятий. Сейчас мы формируем рабочую группу, которая уже начнёт заниматься именно реализацией проекта. Параллельно, именно подготовительными мероприятиями, чтобы мы не теряли время на последующих стадиях. Весь план рассчитан сейчас, ну, сейчас, так сказать, сложно, проект действительно очень сложный и комплексный, и концепции ещё нет. Но мы ориентируемся по датам, это конец 2015-го, начало 2016-го года, что парк уже в Москве будет. Попытка вообще воссоздания чего бы то ни было, это всегда очень такой сложный манёвр, скажем так. И у нас даже недавно был очень модельный пример, на артурном совете города Москвы мы рассматривали. Вообще вопрос, скажем так, даже философский, а стоит ли пытаться воссоздавать некую, скажем так, атрибутику или мимикрию исторической застройки, если она уже случилась утраченной. И в связи с специалистами, кстати, это не путь развития, к сожалению, потому что ведь то, что мы воссоздаём, когда-то было тоже для того периода времени современной архитектурой. И просто выбрать период времени, который стоит воссоздавать, во-первых, раз, это сложно. Во-вторых, пытаться подражать какому-то периоду, в котором мы на самом деле не живём, тоже, честно говоря, странно. Я сторонник того, чтобы создавать современную, хорошую сегодняшнего дня архитектуру, пусть потомки говорят, что это стало историческим обликом Москвы в такой-то период времени, и этот период характеризует определённым образом. И я думаю, что нам надо создать то, чем мы будем гордиться именно в сегодняшний день, и то, что станет для последующих классикой поколений, а не пытаться воссоздавать успехи или неуспехи, или, может быть, кстати говоря, вполне средовую архитектуру, которая, кстати говоря, Зарядье была застроена. Зарядье не обладало, да, не обладало какими-то уникальными характеристиками, то есть там не было событий архитектурного масштаба, таких, например, собора Василия Блаженного. Ну, то есть таких вещей там просто не случилось, и воссоздавать эту, в общем, сложившуюся к 19 веке уже застройку даже не палаццо венецианский, то есть ничего подобного, это, в принципе, вполне утилитарные вещи, которые сегодня вот так попробуют там сделать, но, поверьте, это было бы крайне странным решением. Если город идёт на такое решение, оно должно быть, естественно, обращено в первую очередь к жителям города Москвы, а не жителям тех домов, которые предлагаются воссоздать. Так, с точки зрения прагматизма. Разработки заданий на конкурс, когда мы работали с большим количеством экспертов, в том числе и по истории, по антропологии, у нас господин Баталов являлся одним из экспертов, у нас были эксперты из ИКОМОС, это подразделение ЮНЕСКО, отвечающее за наследие архитектурное. И в ходе дискуссии, рассмотрения вопросов, касающихся истории города, да, там вот эти пласты, это, конечно, историческая ценность места, она как бы очень важна, но при этом любая реплика, появившаяся на этом месте, эту ценность как раз будет, наоборот, убивать, а не создавать новую. То есть мы должны оставить ценность, но как бы не через реплику, а через смысл, который должен в этом парке появиться. Вернуть тем храмам, которые являются жемчужинами этого места, возможность их восприятия так, как они были, когда их строили. Потому что, опять, почему я сказал, правда, романовское место? Это была деревянная, двухэтажная максимум застройка, и эти объекты являлись доминантами архитектурными этого силуэта. Потом всё это было убито, когда уже в период бурного развития купеческого сословия в городе Москве, после отмены крепостного права, всё это было хаотично, как я показал на этой схеме, застроено, и мы потеряли эти виды. Потом мы их потеряли, когда была построена гостиница России, которая своим массивом задавила эти несчастные наши замечательные храмы. Сегодня, благодаря тому, что мы выравниваем этот самый уровень, благодаря парку, мы снова видим всю красоту этих уникальных объектов федерального значения, которые и являются главной ценностью исторической этого места. Их даже сталинская власть не рискнула их сносить. И более того, первая реставрация была, вот первые работы замечательных наших реставраторов Давида, Подъяпольского, они были именно здесь. Вот после Кремля, который после войны мы приводили в порядок, после всех этих маскирок вторым участком, где работали наши реставраторы, были эти объекты. Настолько они значимы. И, конечно, ради того, чтобы их сегодня видеть в таком, в настоящей красоте, конечно, это, я считаю, в одном случае для меня, не взять никаких сомнений о том, что сама идея именно парка, а не застройки опять там сплошняковой, какой-то весьма непонятной архитектурой, тем более, я подчёркиваю, изначально невысокого качества. В общем, для меня, по-моему, настолько это очевидно. Поэтому даже не вижу предмета для обсуждения всего. Такая речь не идёт о том, что есть конкретные решения. Я могу сказать, что в тех заданиях мы обозначили и акцентировали как раз всё, что вы перечислили, как особо важные акценты в работе. Именно и связь с рекой, то есть работа с набережной, даны технические решения, кстати говоря, все, которые возможны с этой работой. Мы их уже изучили, не нужно конкурсантам ничего делать, не нужно собирать новую информацию, она вся уже собрана и им передана. Что можно сделать? Пройти над набережной, под набережной, сверху, снизу, всё как угодно. Транспорт – то же самое. Что можно, что нельзя, подъезды, выезды, откуда возможны, как загружать парк. Мы рассчитываем на довольно высокую проходимость, порядка 12 миллионов человек в год. Это значит, что довольно большой поток ежедневный будет проходить. И понятно, что так мы не можем и сознательно не даём количество частного автотранспорта пребывать в заряде. И это, кстати, поддержано нашими консультантами по транспорту, экспертами, которые экспертировали техническое задание. Мы ориентируемся, конечно же, на пешеходов и считаем, что, я думаю, справедливо считаем, что большое количество метрополитена вокруг, медстанции метро даёт такую возможность спокойно загружать парк пешком. И больше того, даст такой позитивный эффект, я очень желаю, что мы и Красную площадь сделаем более насыщенным людьми пространство, потому что сегодня она большая, и там потенциал ещё не выбран. То же самое касается подземного пространства, что все указания, в принципе, описаны, детальные данные. И есть основания думать, что выбранные компании, собственно, критерием и была их квалификация и участие в подобного масштаба проекта, и просто квалификация консорциума, потому что появляются не только заявители, кто лидером консорциума считается, но и остальные участники процесса, о чём я уже говорил, как раз команда состоит из полного спектра специалистов, которые должны закрыть все эти позиции. Поэтому мы, честно говоря, уверены в результате, в позитивном. И если будут нужны консультации, уже Марина Николаевна сказала, что будут проведены семинары с участниками, им будет показана площадка, они прибудут в Москву через две недели, и будет посвящён целый день, по-моему, даже два дня у нас запланировано на дискуссии со всеми специалистами. Все запрашиваемые специалисты по любым разделам, будут им предоставлены. И я рассчитываю, и до сих пор справедливо рассчитываю, получаю помощь коллег по правительству и по другим департаментам, которые нам, честно говоря, энергично помогают. Спасибо им за это огромное. И очень здорово, что вместо гостиницы будет создана новая зеленённая территория. Ещё раз повторяю, новая, потому что, скорее всего, старые растения, которые там произрастают, там будет меняться ландшафт, будут меняться высоты в любом случае. Поэтому это будет рукотворная новая территория. Я надеюсь, что это в дальнейшем станет территорией памятником садово-паркового искусства, потому что наш с вами прекрасный город заслуживает, на мой взгляд, создание только памятников садово-паркового искусства. Мы сейчас очень много внимания уделяем вообще процессу озеленения, особенно центрального округа. У нас есть планы. Понятно, что, наверное, по площадям количество зелёных насаждений в центральном округе города увеличить практически невозможно. Зарядье – это, наверное, один из таких редких и немногих счастливых случаев, когда Москва в центральном округе может именно увеличить площадь зелёных насаждений. Но мы применяем уже и современные технологии, это и контейнерное озеленение, и вертикальное озеленение, озеленение крыш. Поэтому я надеюсь на то, что Зарядье будет тоже такой визитной карточкой и покажет московским ландшафтным архитекторам, именно даст такой вот заряд, именно зарядье заряд на дальнейшую работу, на творческую. И мы, на самом деле, центральный округ преобразится и будет более зелёным. Вот то, что победили команды, которые прежде всего учитывают экологическую составляющую, я вот как раз голосовал именно за те команды, которые непосредственно прописывали о своих материалах, именно в том числе экологические моменты, аспекты, и разрабатывали такую концепцию, которая улучшает экологию. Будет некий причал, который станет началом, скорее всего, неких водных туристических маршрутов по Москва-реке, потому что там исторически была всегда пристань, и важно, чтобы могли швартоваться туристические корабли. Поэтому выход к реке и обустройство набережной мы также рассматриваем. Конкурс был поддержан Союзом московских архитекторов, господин Николай Иванович Шумаков, он сидит в зале, и Союзом ландшафтных архитекторов России. Это две организации, которые разрабатывали вместе с нами и рассматривали и процедуры, и техническое задание. Мы начали конкурс два месяца назад. Вчера мы подвели итоги, у нас выбрали шесть победителей. Через две недели эти команды все приедут в Москву, у них будут интенсивные семинары совместно с Бюро Генплана, со всеми экспертами, с российскими, международными, которые работали над ТЗ, где им будет дано установочное задание, по которому должны будут работать следующие два с половиной месяца. В конце сентября мы получим концепции, и они пройдут техническую экспертизу, и в ноябре месяце будут подлинны финальные итоги, мы объявим победителя. Скорее, концепции будут обсуждаться, в том числе и с горожанами, и после того, как мы их получим, мы сделаем публичный выстав, в который каждый может ознакомиться с теми материалами, которые будут разработаны. Я бы хотел еще два слова сказать про самой процедуре, насколько мы, как мы к ней подходили, и почему мы считаем это очень важным. Во-первых, сам конкурс, то, что мы получили 90 заявок со всего мира, начиная, США, ЮАР, Китай, практически все континенты и большинство стран, это, конечно, успех и того начинания, и той площадки, которая есть, потому что это уникальная площадка своего рода в мире. Кроме этого, это огромный успех того, что нам удалось собрать безупречные жюри, с нашей точки зрения, это те люди, которым доверяют в мире, и которые смогли привлечь большое количество очень высококлассных профессиональных мастерских. Работать по благоустройству парка есть еще масса предварительных мероприятий, связанных с подготовкой площадки, с доразборкой того, что там еще осталось, и с сетями, с перекладкой коммуникации и прочее. Поэтому, объективно говоря, по таймингу, который реален, работы по проекту, который будет сделан, должны начаться в 2014 году, может быть, весной, может быть, летом, может быть, осенью. Тут стройка такой процесс, не всегда предсказуемый. Но еще раз говорю, много вещей, которые нужно сделать заранее. Я думаю, что, возможно, какие-то… Я сказал, что уже у нас работа по реализации проекта, по подготовке площадки, вот сегодня уже, не конкретно сегодня, но в эти дни мы начинаем конкретно project management, так, как говорят терминами строительными, по этой площадке. Будем определять, какие действия необходимо совершать. Я думаю, что в довольно скорое время уже какие-то шаги будут предприняты и по временным мероприятиям, и подготовке территории. Если бы проектов одновременно реализовать, у нас же одна площадка, тут, к сожалению, ничего не поделаешь, если это такое сразу было условие понятное. Они не будут делать это за свой счет, бюджетом конкурса предусмотрены гонорары участникам, они не очень большие, то есть я, как бывший практикующий архитектор, могу сказать, что они совсем небольшие, и какую-то часть работы, наверное, придется им финансировать самостоятельно, но это нормальная практика, конкурс в высшей степени почетный, участие в нем в высшей степени непочетно, и та слава и резонанс профессиональной и общественной, которую получат участники, даже не победившие, кстати говоря, в конкурсе, поверьте мне, как реклама компании слегкой восполнит те возможные инвестиции, которые придется совершить в эту работу. Я считаю, что особо хранение природной территории можно создать рукотворно. То есть, на мой взгляд, особо хранение природной территории – это прежде всего уголок живой природы, который еще урбанизация и цивилизация не тронули. Здесь, мне кажется, совсем другая задача. Мы создаем природу, но она будет рукотворной, и на самом деле это будет, еще раз говорю, объект садово-паркового искусства. Я, по крайней мере, на это надеюсь. А те деревья, которые сейчас произрастают на площадке, на мой взгляд, по нашим исследованиям, опять же, которые провели специалисты нашего департамента, дендрологи, очень много самосев, то есть уже снесли гостиницу «Россия», и вот за это время уже наросло, скажем так, как ряд кустарников. А все крупные деревья, но они, в принципе, посчитаны. Это уже разработчики, скажем так, концепции, они уже примут решение либо их сохранять, либо нет. Но, на мой взгляд, на этой территории будет высажено столько деревьев, что они с лихвой компенсируют даже те деревья, которые будут утрачены в ходе реализации этого проекта. Мне кажется, что эта территория должна стать некой рамкой и поведения москвичей, и привлечения москвичей, потому что быть объективным, мы уже много раз об этом говорили, что большинство из нас нечасто бывает на Красной площади, ещё меньше из нас бывает на Манежной площади, эта площадь, там, та же Манежной пользуется всегда уже сейчас у москвичей дурной славой. Наша задача – создать парк, где именно москвичам будет комфортно, интересно, потому что, как мы знаем, что любой парк – это те люди, которые приходят туда. И те правила поведения, которые будут в этом парке заданы, мне кажется, это и будет та вот новая Москва, которую строим или пытаемся строить мы, Сергей Семёнович Собянин, и это будет новый символ города Москвы.